Думаю, если у вас спросить, какой для вас самый важный праздник, часть из вас однозначно скажет день рождения. Конечно, у всех праздников есть религиозное, а где-то даже языческое прошлое, которое сегодня уже мало кому известно. И от оригинальных традиций у нас остались только некоторые атрибуты. День рождения это особый день и праздник, но только исключительно для именинника. Для остальных людей за исключением может некоторых друзей или родственников, это самый обычный вторник или понедельник. Однако представьте, каково было бы вам, если этот особый для вас день считался чем-то важным также и для других. Да, и такое бывает, ведь мы с вами из года в год отмечаем праздники, которые вообще принято отмечать только потому, что это дни рождения или смерти каких-то особых значимых личностей. О пяти таких праздниках и расскажу вам сегодня. И кстати, когда я говорю мы с вами, я имею ввиду глобально поплыли. Начнем сегодня с самого такого неочевидного праздника, который является днем рождения Смайлика. Да, Смайлика. Место номер пять. Международный день улыбки. Этот день празднуется лишь в некоторых западных странах. И тем не менее, в них он считается официальным полноценным праздником. Отмечается два раза в год. В первую пятницу октября, в день изобретения самого Смайлика, как изображение, то есть в день рождения Смайлика. И 12 апреля, в день смерти самого изобретателя Харви Болла. А в 1999 году, по инициативе художника, впервые был отпразднован Всемирный день улыбки. Тогда художник основал боготворительную организацию The World Smile Corporation, которая и по сей день выдает права на использование Смайликов и организует Всемирный день улыбки. Лицензионные сборы поступают на благотворительные цели. Энтузиаст праздника предполагал, что этот день непременно должен быть посвящен хорошему настроению. Кстати, у праздника даже есть свой девиз. Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке. В этот день устраиваются разнообразные флешмобы. Также в первую пятницу октября принято делать радостные селфи со Смайликами и делиться ими в соцсетях. Таким образом, интернет-пользователи пытаются поднять настроение другим людям, то есть делать то, к чему нас призывал Харви Болл. Помочь появиться хотя бы одной улыбке. Кроме того, в честь праздника проводятся различные мероприятия в детских садиках, школах и вузах. Смайлики широко используются в популярной культуре, поэтому это в каком-то смысле флаг нашего времени. Только вспоминают о нем раз в год. Учитывая всю ту чернуху, происходящую в мире в последнее время, думаю, такой праздник, как День улыбки, в этом году отпраздновать искренне не получится. На четвертом же месте у нас сегодня обдолбосный день, который отмечают курильщики по всему миру, да еще и протестуя за свои права на курение. Место номер 4. Боб Марли, все же слышали про 4.20? Нет. Ну ладно вам, все вы слышали. Всем укуркам и не только известно, с чем связаны эти цифры. 4.20 это 20 апреля, то есть День рождения Боба Марли, который в свое время был очень значимой фигурой растафарианства, и вообще для многих он является богом травы. Примечательно то, что через несколько лет, когда люди уже привыкли к такому празднику, выяснилось, что 20 апреля это вовсе не дата рождения Боба Марли, и никакого отношения эта дата к нему не имеет. Но к традиции все уже привыкли, и потому даже до сих пор все думают, что этот день связан именно с музыкантом из Ямайки. В общем, несмотря на то, что он был просто музыкант из Ямайки, в наши дни покурить марихуаны любителей тоже хватает, и для этого даже есть вот такой праздник 20 апреля. Например, в Лондоне центральный парк Хайт Парк в этот день обычно полностью забит обкуренной толпой людей. Это как своеобразный такой полуфестиваль, полумитинг, где можно прийти и безнаказанно покурить шмали в публичном месте. Таким образом, люди и тусят, и протестуют одновременно, требуя от правительства легалайза. Вообще есть целые движения 420. Компания 420 призывает людей участвовать в политическом процессе с целью легализации марихуаны. Особенно популярен призыв сделать 20 апреля ежегодной отправной точкой для консолидации мероприятий по давлению на конгресс с целью легализации марихуаны. Думаю, до наших стран этот праздник докатится еще очень не скоро. Но чего уж скрывать, некоторые у нас празднуют его по 2-3 раза в день. Да, ты понимаешь, о чем я. На третье место мы сегодня поставили такую ирландскую тему. Ну там, где лепреконы, клевер и исполнение желаний. Все вот это. Место номер 3. День Святого Патрика. Опять же, этот праздник у нас не пользуется популярностью, однако глобально эта ирландская тема очень далеко зашла. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трелистников. Долгое время праздник считался исключительно религиозным, в связи с чем действовал закон, согласно которому в этот день закрывались все бары и пабы. Но как вы понимаете, без бухла от праздника нет никакого толка. Потому в наши дни в этот день смягчаются ограничения, связанные с постом и разрешается употребление алкоголя. Только вот что-то мне подсказывает, что современным ирландцам разрешение не нужно. Впервые День Святого Патрика ирландцы начали отмечать в 10-11 веках. В середине 90-х годов правительство Ирландии начало кампанию по организации 17 марта массовых торжественных мероприятий с целью популяризации культуры и традиций Ирландии за рубежом и привлечения в страну туристов. И у них очень даже неплохо получилось, раз уж даже мы с вами слышали что-то про этот день. Сомневаюсь, что кто-то в Ирландии слышал что-нибудь про латвийский праздник Лига, хотя тоже мог бы быть норм темы для туризма. Но я уже отвлекся от темы. В Ирландии даже есть такая традиция, как Чарка Патрика, единица измерения выпиваемого в этот день виски. Нужно в бокал положить лист клевера, затем выпить содержимое до дна, а трелистник выбросить через левое плечо. Многие считают, что это принесет счастье. К символам праздника относятся и лепреконы. Персонажи ирландского фольклора способны исполнять желания тех, кто сможет их поймать. Второе место досталось самому романтичному дню в году. В другие дни просто желательно, но вот в этот день именно обязательно проявить какое-то внимание к своей девушке, иначе обидка. День Святого Валентина. Место номер два. Ну уж про этот праздник-то вы все точно слышали. День Святого Валентина, он же День Влюбленных, отмечается 14 февраля. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки. Цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, часто в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. В этих открытках, называемых Валентинками, и есть вся суть праздника. И сейчас я вам объясню почему. Изначально это был католический праздник, названный так в честь одного из ранних христианских мучеников с именем Валентин. Достоверной инфы о его жизни нет, однако вся суть истории этого праздника завязана на этом чуваке. Вряд ли он знал, что его смерть приведет к тому, что ты должен будешь покупать девушке цветы. Ну да ладно. Короче, в первых веках все прокачивали армию, и римский император Клазий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный с женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря. И запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех под покровом ночи освещал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви, Валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал ее твой Валентин. Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года. Вот такая вот история. Но нам с вами, к счастью, совсем не обязательно умирать, чтобы что-то доказать девушке. Можно обойтись сушами, которые тебе даже готовят и доставляют. В России в последние годы празднование Дня Святого Валентина стало входить в моду, преимущественно в среде молодежи и школьников. Однако оно носит исключительно светский характер и является одним из многочисленных проявлений вестернизации молодежной культуры. Ну и побеждает у нас, конечно же, самый очевидный праздник, связанный с рождением Святого Парня, что отражается даже в самом названии праздника. Рождество. Первое место! Рождество – это еще один праздник, связанный с религией и верой в Иисуса. Изначально праздник был установлен в честь рождения воплоти Иисуса Христа от Девы Марии. Православные христиане празднуют Рождество 7 января, в отличие от католиков, которые отмечают его 25 декабря. До праздника православные соблюдают 40-дневный пост, один из самых продолжительных в церковном календаре. В сочельник, канун Рождества Христов, все собираются за праздничным столом. Этот тихий предрождественский вечер принято проводить в кругу самых близких людей и ждать появления на небе первой звезды, которая возвестит о начале праздника. Главное правило, которого стараются придерживаться все православные, рождественский стол должен быть особенно щедрым и богатым. Поэтому твоя бабушка всегда так много наготавливает, что есть можно еще весь следующий день. На рождественский ужин принято приглашать и впускать в дом всех, кому это необходимо. Существует поверие, что на ужин в честь Рождества Христова может пожаловать сам Господь, но неизвестно, в каком обличии он предстанет. Вполне возможно, что это будет нуждающийся человек, поэтому странников необходимо принимать с большим уважением. Но по чуйке, если ты хотя бы немного выглядишь как бомж, тебя никто не пустит. В некоторых селах и деревнях России до сих пор распространена традиция калядовать на Рождество. Этот обычай берет свою основу в рождественских песнях, которые в старину называли калядками. Такие песни могут не только рассказывать о Рождестве, но и восхвалять Всевышнего, семью, детей и саму человеческую жизнь. Но это все только официальная информация. У нас с вами-то обычаи свои, и вы знаете какие. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, какой твой любимый праздник из этого списка. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok